И бонус, и мы начинаем программу от винта. Спасибо вам, что вы не пожалели своего времени и решили посмотреть нашу передачу. Сегодня мы расскажем вам о самых последних новинках из мира компьютерных игр. Здравствуйте, новинки. Итак, первая игра, о которой пойдёт сегодня речь, называется... Out Wars. Отвечайся, дамы! Насколько трепетно иной человек относится к прошлому, настолько недоверчиво он относится к будущему. А поди, знай. Мало ли что ещё стрясётся. Всякое может быть. На этой человеческой черте и наживаются хитрые изготовители компьютерных игр. Обещаю нам в будущем катастрофический, если можно так выразиться, катаклизм. Напугать человека, между прочим, легко. А вот успокоить для этого талант нужен. Поэтому, вероятно, большинство производителей игр поступают просто. И так наступило будущее, говорят они. Понятно, что население Земли потихоньку перебирается на другие планеты. Заводит там хозяйство и живёт. И что же? Тут же являются агрессивные пришельцы. И чтобы доказать свою злобу, понемногу начинают убивать людей. Обиженные колонисты просят подмоги у специально тренированных солдат. Одним из которых являетесь вы. Создатели Out Wars не на йоту не отступили от канона. Так мы и получили в своё распоряжение очередную 3D-экшн. Интерфейс игры, точно так же, как и сюжет, не блещет оригинальностью. Пейзажи выглядят как-то невыразительно. Не знаю даже, чего в них не хватает. Сочности. Да, пожалуй, сочности. Солдат, которым вы управляете, обременён грузом оружия и спецсредств. Таких, например, как ракетный ранец. Действуете вы не в одиночку, а при поддержке сослуживцев, которые, как правило, первыми гибнут от ваших случайных выстрелов. В общем, неизвестно, как на самом деле выглядит будущее, о котором толкуют создатели игры Out Wars. Но, по нашему мнению, будущее компьютерных технологий, а также игр, выглядит совсем иначе. Эта программа имеет лишь одно заметное отличие от всех прочих. Out Wars — это первая игра, которая не стесняется указывать, что она поддерживает чипсет Voodoo 2, которого ещё никто и в глаза не видел. Вот, а вы говорите будущее. Будущие обременительные затраты на апгрейд начинаются уже сегодня. Наконец-то наступила полноценная весна. Перелётные птицы вернулись из дальних стран. Начался сезон охоты. Следующая игра как раз посвящена этому волнующему событию. Она называется The Hunter. Охотник на оленей. Э, ну, по-моему, не только на оленей. Эту игру можно отнести к жанру охотничий симулятор. По реалистичности, мало что под луной может с ним сравниться. Итак, сначала пойдём на стрельбище. Какой из тебя стрелок, приятель? Интересно, что прицел не бывает совершенно неподвижным. Он всё время слегка покачивается, как будто бы ружьё действительно держит чьи-то трясущиеся руки. Помимо традиционных ружей, вы можете обзавестись дробовиком, а также луком со стрелами. Ну, хорошо. По мишеням мы попадаем. А что будет в лесу? В лесу нам приходится туго. Если вас воспитывали на аркадах, и вы ждёте, что из-за каждого дерева на вас будет глядеть олень, и начнётся стрельба, только успевай перезаряжать, то вы будете разочарованы. Найти оленя ничуть не легче, чем в лесу настоящем. Сначала надо изучить косвенные признаки оленя. Это какие косвенные признаки? Во-первых, экскременты. Ну... А вы как думали? К оленю приходится подбираться очень издалека. Ещё вам нужно искать лёжки. Лёжки? Это место, где олень лежал и, возможно, спал. Ага. Значит, он выспался и убежал. А ты его ищи. Выходит, что так. Если оленя не получается догнать, то его можно попробовать приманить. Как? Во-первых, можно подражать голосу животного. Для этого существует опция зов. И много оленей явилось на зов? Ни одного. Можно ещё стучать рогами, издавая характерный звук. Много оленей пришло на характерный звук рогов? Но олени не пришли. Охотники посмеяться пришли, у кого жёны дома остались. Шутка. Так убили вы оленя или нет? Нет. Видели один раз, мельком. Но надежды не теряем. Игра очень захватывающая. Самое интересное, что программа D-Hunter работает только во время охотничьего сезона. Следующая игра принадлежит к довольно редкому жанру автосимуляторов. Это с каких пор он стал редким? С тех пор, как таможенный комитет решил брать пошлины с автосимуляторов, как с настоящих машин. На том основании, что современные игры этого жанра очень реалистичны. Итак, нашу программу продолжит свирепая игра Burn Out. Гонки на нерастаможенных автомобилях от уголовной ответственности. Странно, что именно американцы придумали забаву, которая называется драг-рейсинг. Почему же это странно? И, кстати, что такое драг-рейсинг? Это, конечно же, гонки, только на очень короткую дистанцию, четверть мили. Говорят, что в США довольно хорошие дороги. И там, якобы, можно найти участок качественного асфальта и длиннее четверти мили. То ли дело у нас. А какой длины будет четверть мили? Около 400 метров. Да, действительно. По справедливости, гонки на сверхкороткие дистанции должны были бы прижиться у нас. В силу исторически сложившихся обстоятельств. Этот вид спорта имеет определенное количество горячих поклонников. Они читают журнал Hot Road Magazine, который, видимо, принимал участие и в создании игры. Любителям обычных гонок нелегко будет понять прелесть заездов драг-рейсинг. Во-первых, заезды получаются довольно короткими, где-то порядка 10 секунд. Во-вторых, состязаетесь вы не столько с другими гонщиками, сколько со временем, которые вы должны указать предварительно. В-третьих, основной смысл игры вовсе не гонки, а, как это ни странно звучит, отладка автомобиля. Здесь имеется несколько десятков разных изменяемых параметров, от которых зависит поведение машины на трассе. В их соотношении и кроется секрет удачи. Так что Burnout – это симулятор не столько для гонщиков, сколько для механиков. А искусство развивает за несколько секунд умопомрачительную скорость? Где оно может вам пригодиться? Да где угодно. На любом светофоре. Машины, которые участвуют в подобных гонках, снабжены очень приятным приспособлением – тормозным парашютом. Он раскрывается в конце трассы, когда вы только-только... На сегодня это все. В нашем журнале...